Параграф 38. Политические союзы Унии Уния – интеграционное объединение в форме политического союза, созданное путем совмещения органов управления несколькими государствами. Уния формируется сверху вниз, путем создания надгосударственной структуры, определяющей объем суверенитета входящих в нее государств, то есть на основе унитарного принципа политика территориального устройства. Такая форма интеграционного объединения была особенно характерна для эпох феодальной раздробленности и обычно не предполагала эволюцию структуры через этапы экономической интеграции. Традиционно униями являются монархии, и главой государства в них выступает обезличенный институт короны. Следует отличать Унию от империй как форму управления зависимыми территориями, поскольку она является именно надгосударственным объединением, предполагающим сохранение части суверенитета входящих в нее государств. Унии бывают трех типов – династические, личные и реальные. Династическая уния возникает при совмещении управления несколькими государствами одной династии, при этом политическое устройство стран остается прежним. Такое надгосударственное объединение зачастую образовывалось при браке монархов двух государств или при наследовании территории близким родственникам, например, младшим братам, сохраняющим права на наследование другой территории. Таким образом, династическая уния обычно становилась временным этапом в интеграции государств в личную унию или единое королевство. Наиболее известными примерами династических уний могут служить Арагонская уния 1137-1162 годов после брака графа Барселоны Рамона Берингера, Арагонская уния 1137-1162 годов после брака графа Барселоны Рамона Берингера IV и королевы Арагона Петранилии, Кревская уния 1385-1401 годов после брака великого князя Литовского Ягайла и польской королевы Едвиги, Испанская уния 1469-1479 годов после брака короля Арагона Фердинанда и королевы Кастилии Изабеллы. В то же время не стоит считать династическими униями государства, управлявшиеся родственниками из одной династии – Бурбонами, Габсбургами и т.д., поскольку совмещения управлениями в них не происходило. Личная уния управляется одним и тем же человеком, унаследовавшим трон или пришедшим к власти в разных государствах. При этом политическое устройство государств унии, как и в случае с династической унией, остается прежним. Примерами личных уний могут служить Венгерско-Хорватская уния в 1102-1527 годах, Кальмарская уния между Данией, Швецией и Норвегией в 1397-1523 годах и пришедшие ей на смену Датско-Норвежская в 1524-1814 годах и Шведско-Норвежская унии 1814-1905 годов. Польско-Литовская уния в 1401-1569 годах, Иберийская уния между Испанией и Португалией в 1580-1640 годах, Британско-Ганноверская уния в 1714-1837 годах, Нидерландско-Люксембургская уния в 1815-1890 годах. На современной политической карте мира личной унией можно считать Королевство Содружества. 16 государств в составе Содружества наций, главой государства в которых является Британская корона. Антигуа и Барбуда, Австралия, Багамские острова, Барбадос, Белис, Великобритания, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновые острова, Тувалу и Ямайка. Содружество наций было образовано как личная уния в 1926 году, однако в 1949 году было существенно модифицировано и стало международной организацией, специализирующейся на вопросах гуманитарного сотрудничества. Оно объединяет 52 государства, представляющих большинство бывших британских колоний, а также Мозамбик, Руанду, Намибию и Камерун. За государствами Содружества было закреплено право отказа от личной унии с Великобританией в связи с переходом к республиканской форме правления или закреплением в качестве главы государства собственного монарха, как это произошло в Брунее, Лесото, Малайзии, Свазиленде и Тонго. Этим воспользовались большинство стран-участниц объединения, за исключением так называемых Королевств Содружества. Реальная уния предполагает не только единого главу государства, но и совмещение других органов управления государством. При этом формальная суверенность частей реальной унии продолжает сохраняться. Обычно реальная уния скрывает форму зависимости некоторых ее членов от неформальной митрополии. Примерами таких образований служат союз корон между Англией и Шотландией в 1603-1707 годах и Австро-Венгрия в 1867-1918 годах. Неоформленными реальными униями также можно считать положение царства польского и великого княжества финляндского в составе Российской империи в XIX веке. На современной политической карте мира реальные унии продолжают существовать либо в качестве механизма поддержания единства страны в ходе процессов деволюции Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, либо как специфическая форма управления фактически зависимыми территориями Релм – Королевство Нидерландов, Королевство Дании, Королевство Новой Зеландии. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии состоит из четырех стран – кантри – Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Объединение было образовано Актом Абунии 1707 года между Англией вместе с Уэльсом и Шотландией и расширено Актом Абунии 1800 года между Великобританией и Ирландией. После выхода из Унии в 1922 году Республики Ирландия ее заменила Северная Ирландия. С конца 1990 года в Королевстве начался процесс деволюции – постепенные передачи законодательных и исполнительных полномочий на уровень стран, входящих в состав Унии. В итоге сложилась парадоксальная система, в которой автономией обладают Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, а имеющая наибольший политический и экономический вес Англия их лишена и занимается только наднациональными полномочиями. Процесс выхода Великобритании из ЕС стал испытанием на прочность Унии, поскольку Шотландия и Северная Ирландия выступали за сохранение членства в Союзе, а Англия и Уэльс – за выход. Королевство Нидерландов Включает в себя Нидерланды и зависимые территории Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен. Главой государства является Нидерландская корона, а реальная власть принадлежит Амстердаму. Раньше в состав Унии входили также Суринам и Новая Гвинея, островные голландские зависимые территории Аруба, Бонайре, Кюрасао, Саба, Синт-Мартен и Синт-Эстатиус составляли субрегиональную федерацию Нидерландских Антильских островов, входивших в состав Унии единым образованием. В 2010 году федерация была распущена, а Руба, Кюрасао и Синт-Мартен стали новыми членами Унии с широким самоуправлением, а Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус вошли в состав государства Нидерланды на правах административно-территориальных единиц второго порядка – общин. Королевство Дании включает в себя Данию и зависимые территории Гренландию и Фарерские острова. Главой государства является Датская корона, а реальная власть принадлежит Копенгагену. В то же время Гренландия и Фарерские острова сохраняют значительную автономию и не входят, в отличие от главного члена Унии Дании, в ЕС. Королевство Новой Зеландии включает в себя Новую Зеландию, зависимые территории острова Кука, Ниуэ, Токелау и антарктическую территорию Росса. Главой государства является Британская корона, представляемая генерал-губернатором. Королевство Новой Зеландии является реальной унией внутри личной унии – Содружества наций. Фактически же, зависимые территории Новой Зеландии управляются Веллингтоном, при этом острова Кука и Ниуэ обладают значительным самоуправлением, в том числе в вопросах внешней политики. Не стоит считать реальными униями другие примеры управления зависимыми территориями – Великобритании, Франции, США, Австралии и других, поскольку в таких случаях зависимые территории не образуют с метрополией над государственное образование. Нет полной зависимости и между монархической формой правления метрополии и формированием ею реальной унии со всеми зависимыми территориями. Бывшие колонии монархической Великобритании не образовывают с ней над государственное образование, в то время как республиканская, по сути, Новая Зеландия создала такую форму интеграционного объединения со своими зависимыми территориями. Продолжение следует...